Здравствуйте, канал Культура, программа-наблюдатель в студии Юлия Панкратова. И сегодня у нас есть такой герой программы, очень люблю я когда программу про какого-нибудь героя. Герой у нас Якоб Йорданс, художник, выдающийся мастер 17 века. Но вот тут выдающийся, это такая с этим вот эпитетом случилась небольшая история, потому что в какой-то момент этот эпитет пропал из определения художника, потому что на некоторое время, случается оно такое в истории искусства, о нем немного забыли. И вот сейчас, ну буквально на наших глазах происходит возвращение, такое большое пышное возвращение в жизнь, в историю искусства художника и нашего героя. Говорим мы сегодня о нем, и есть у нас, конечно, повод о нем поговорить, потому что в Государственном музее изобразительных искусств открылась выставка, она сейчас работает, и называется она, вот я точно скажу, как она называется, «Русский Йорданс. Картины и рисунки якобы Йорданса из собраний России». И собрание России тут очень важно, и ну вот давайте дальше мы все будем с гостями уже и объяснять. Представляю наших гостей. Итак, у меня в гостях Вадим Анатольевич Садков, заведующий отделом старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств и куратор выставки, что очень важно. Доктор Йост Вандер Аувера, главный куратор Королевских музеев изящных искусств Брюсселя, где хранится, как я понимаю, одно из наиболее важных собраний произведений Йорданса в мире. Так ли это? Да. И еще у меня в гостях Алексей Леонидович Расторгуев, доцент исторического факультета МГУ, кафедра всеобщей истории искусства. И вот мы сегодня, собственно, и поговорим о нашем герое. И я знаю, что сразу спрошу у Вадима Анатольевича, якобы Жак, в скобочках, Йорданс. Жак. Ну я, во-первых, хочу сказать, что, в принципе, про Йорданса никто никогда не забывал. Нет, я про Широкого зрителя говорю скорее. Да, на широкой традиции его картины всегда украшают крупнейшие музеи мира, и в том числе и наш музей Эрмитаж. И выставки проходят периодически. И вот блестящая выставка «Йорданс и античность» одним из авторов, который был наш коллега, который здесь присутствует. Он, кстати, я думаю, лучше меня, как первый источник, объяснит историю Жак или Якоб. Я же хочу сказать про нашу выставку, что она действительно называется «Русский Йорданс». То есть она имеет два фокуса. Первый – творческая биография блестящего живописца и рисовальщика Йорданса, который представлен в отечественных музеях произведениями, созданными в разный период творчества, созданных в разных жанрах и видах искусства. С другой стороны, это выставка – памятник российскому коллекционированию. Когда при Екатерине II начали собирать произведения Йорданса, она, собственно, покупала анблок, то, что французы называют. Это же еще не у нас такое обширное собрание. Да, она покупала много картин в составе больших коллекций Йорданса. Но не только она, но и ее, так сказать, современники, русские аристократы, те же графы Шереметьевы. И далее эта история продолжается. В XIX веке графы Мусин и Пушкины покупают картину Йорданса, которая некогда принадлежала Рубенсу. Йорданс просто ему подарил такую картину. Вплоть до последних поступлений, можно сказать, недавних, два года назад, Эрмитаж в частной коллекции в Астрахане, значит, там не только арбузы и осетры, но и Йорданса купил превосходный рисунок Йорданса. И он также показан на нашей выставке. Плюс мы привлекли, ну, когда вот выставка «Русский Йорданс», она предполагает, что это все-таки не только Эрмитаж и Пушкинский музей, но и какие-то другие региональные музеи. Да, я знаю, что много региональных музеев участвует. Четыре, нет, простите, три. Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург и четвертая Александра Невская Лавра в Санкт-Петербурге, где тоже относительно недавно было сделано открытие. Сейчас или потом? Нет, чуть позже. Сейчас давайте как-то поговорим скорее на общие темы и поговорим о том, почему у нас все-таки такое... У нас, как я понимаю, у нас в России получается довольно крупное собрание Йорданса. Ну, в общем-то, на уровне каких-то европейских музеев, хотя лучшие подборки Йорданса, безусловно, в Брюссельском музее. Ну, тут мы, да, на родине художников. Мы тут не про соревнования, но тем не менее. Да, ну, у нас действительно очень качественная подборка работ Йорданса в целом, которая может быть сопоставлена с крупнейшими там... Ну, не просто крупнейшими, а просто собраниями, скажем, музеев Франции, Германии, Испании. Угу. Все-таки вот этот момент. Вы говорите, что да. Я почему, собственно, говорила о том, что о нем забыли? Ну, наверное, это действительно слишком какое-то тяжелое такое по отношению к Йордансу. Но есть ощущение, что, конечно, вот такой широкий зритель, да, больше, ну, когда мы говорим об искусстве XVII века, о фламандском, все-таки больше думает, ну, например, о Рубенте. Вот, и что... Это фламандское выяснение. Да, Йорданс в тени немножко, в такой большой тени. Он засвечивает обычно... Ну, так триада, триада, Рубенс, Йорданс, Ван Дайк. Йорданс у нас оказался то ли немножко в тени, или то ли немножко во втором плане, да. Это действительно понятно, потому что колоссальная фигура Рубенса, она отбрасывает такую, как бы, благородную тень, и мы знаем прекрасно его политическую активность, его биографическую, так сказать, очень блистательную карьеру, да. И в этом смысле слова Йорданс проиграл просто, наверное, по тому масштабу, что нет такого могучего колорита, такой яркой индивидуальности, сразу же, непосредственно, за ним не чувствовалось. Рубенс – это целая история, которая годится для бульварных романов, понимаете. Там же просто его, действительно, жизнь его крутила в разных местах, и он был всегда на кане. Но здесь как раз не стоит забывать, что в какой-то момент Йорданс оказался главой этой художественной школы после смерти Рубенса и после смерти Ван Дейк. – Да, они один за другим. – В 1941 году, да. – Он как-то невольно оказался, или это все-таки происходит по заслугам? – Все умерли, да, и по заслугам, действительно. Но он оказался во главе, к нему поступали самые лучшие заказы в этой ситуации, поэтому… – У него появляется мастерская, большая, как у Рубенса, потому что нужно выполнять заказы и местные, и иностранные. – И королевские, и английские, и шведские. – И в этот момент, можем сказать, что никакой уже тени такой над ним нет, потому что уже и два лучших художника, и другие уже в могиле. А он оказывается надолго, учитывая, что он долго прожил, надолго оказывается в середине художественных процессов целой большой школы. – И еще ухитрился в зрелом возрасте перейти из католицизма в протестантство. – Ну, вот это тоже очень важный момент, и я, наверное, тоже попросила бы вас потом его прокомментировать. Причем важный, вот это сейчас для нашего понимания, может быть, что, ну, перешел и перешел, да, вот. А тогда, я думаю, это же очень серьезная история для человека того времени. С чем был связан этот переход? Потому что я, например, этого не знала. – Сначала, наверное, про Жак Якоб. – Жак, это как-то тоже связано или нет? – Нет, нет, это не связано абсолютно, но это, так сказать, такое вот одно из других. – Давайте тогда начнем с имени. – Жак Йорданс был крещен именно как Жак Йорданс, и, нужно сказать, что священник, который записывал его имя, когда он услышал его имя, он записал Жак Йорданс, и Йорданс подписывал свои работы именно так. – И это стало фламандским вариантом имени Якоб в XIX веке, когда фламандская часть Бельгии добивалась уважения языка. – Йорданс считали типичным, веселым фламандским художником, основываясь на популярности его тем. – Но это не совсем правильно. – Йорданс вышел из тени Рубенса и Ван Дейка двумя способами. – То, что сказали мои коллеги абсолютно верно, после смерти Рубенса в 1940 и Ван Дейка в 1941 году, на 30 лет, даже больше, чем на 30 лет, Йорданс работал очень много для очень большого количества заказчиков, и его стиль работы несколько изменился к концу жизни, потому что ему приходилось делать очень-очень много работ, и поэтому его поздние работы не такие яркие, такие интересные. – Его работы самые известные. Король пьет, и старики поют, молодые играют. – И существует такое впечатление, что Йорданс создает работы как фотографии, пишет фотографические, практически реалистские работы. – И, как уже мои коллеги говорили, Леопорд Вильхельм, известный богатый, очень богатый собиратель работ в фламандской живописи, – он купил его работы. И некоторые работы несколько слишком реалистичные, где человеку тошнит, или ребенок испражняется, это несколько не типичные для того периода, конечно, работы Рубенс, Ван Дейк и Йорданс, они придерживались других теорий, не таких теорий, которых придерживаемся мы. Тогда была очень популярна идея Аристотеля. Рубенс хотел показывать людей лучше, чем они есть на самом деле. – Ван Дейк очень был популярным портретистом, но если вы не были из какого-то известной семьи, то, тем не менее, если ваша работа была написана Ван Дейком, то вы становились ближе к этим людям, поскольку он писал людей так же лучше, несколько, чем они есть. – А вот Йорданс, он как раз писал людей такими, какие они есть, не лучше и не хуже, чем они есть. – Его работы гораздо ближе к истине. Они не приукрашены, они не приукрашивают человека. И во времена Просвещения это считалось не совсем верно. И Ван Дейк, он работал в англосаксонском мире, он был некоторым образом религиозным художником, но Йорданс был более универсальным художником. И когда национализм в 1906-1907 году, когда национализм был популярен в Бельгии, идея национальной идеи, как раз Йорданс стал символом страны и символом национальной идеи, символом, отражающим человека, таким, какой он есть на самом деле. То есть реализм Йорданса не был популярен во времена Просвещения в 18-19 веке. Но на выставках сегодня, и в том числе на выставке в Москве, мы действительно приближаемся к настоящему Йордансу, не к тому мифу, который рисовали в 18-19 веке. Я даже затрудняюсь, что-либо уже добавить. Нет, это очень замечательно здесь, из того, что сказал наш коллега, это вот как раз, что делают выставки, что делает 20-й век по отношению к истории искусства. Потому что оказывается, что предыдущая жизнь этого художника в более ранних столетиях была, собственно, более или менее мифом, который эти сами столетия придумывали, потому что они хотели в этом зеркале видеть себя, то, что им интересно. А 20-21 век, будучи значительно более постмодернистским и значительно более в этом отношении пластичным по отношению к прошлому, он может заглянуть через голову 19-го и 18-го и опознать то, что было в 17-м. То есть мне не навязываем, думаете, собственное представление? Я думаю, что в меньшей степени, чем предшествующие, потому что у нас нету, все-таки мы довольно в этом отношении другое время, у нас нет такой центрированной идеологии и у нас нет центрированного вкуса. Мы значительно более полиморфны в этом отношении, наши вкусы более разнообразны. Ну и плюс, конечно, историческая наука и наука истории искусства, будучи довольно молодой наукой, поднимающейся примерно с середины 19-го столетия, она обретает, сперва очень часто обретает какие-то оттенки своего времени, как, например, немецкая наука времени нацизма или наше советское времени, соответственно, обязательных марксистских социологических штудий. Но сейчас это время пройденное, и мы оказываемся на более свободном поле, тем более, что и техника создания экспозиции выставки и запросы к выставке очень изменились, это все очень выросло. Это не просто подбор картинок, которые мы можем взять из музея, это аналитический момент, глубокий и хороший. Каждая выставка, вообще история искусства, она выставками очень сильно продвигается, потому что это аккумуляция вещей, это сбор их вместе, и они по-новому смотрятся друг рядом с другом. В области истории искусства невозможно сопоставить только фотографии. Пока ты не увидишь вещи на стене, ты ничего не поймешь, на самом деле. И эта экспозиция, она мне в этом отношении очень нравится, потому что она позволяет увидеть совсем разные стороны, которые, может быть, для академической истории искусства не всегда одинаково интересны. Например, работа мастерской, работа мастерок. Мы сопоставляем это дело. Это замечательно показано. Понимаете, мы видим, это ученик взял у Йорданса, а вот это он взять не смог, у него не получилось. У него не такой интересный колорит, у него не такой яркий сильный мазок, он не так лепит форму. Это можно увидеть только рядом. Если вы положите эти две фотографии в книжки, у вас сработает ощущение, что они находятся в каком-то общем поле, но реальную разницу между ними вы не почувствуете. Это можно увидеть только там. Я преподаю в университете, я поведу своих студентов именно по этому поводу. Давайте сравним. Проблема мастер-мастерская в классическом искусстве – это идеальный пример. Идеальный пример, замечательный совершенно. Очень удобный для того, чтобы объяснить. Моя работа как преподаватель – объясните. Это материал, на котором объяснять одно удовольствие. Я хотела спросить, а вот мы сейчас говорим мастер-мастерская, говорим о выставке, говорим о каком-то новом отношении к Йордану. Связано ли это с тем, что происходит просто техническая новая атрибуция его работы? Это же тоже влияет? Да, и эта выставка, она как раз демонстрирует несколько недавних открытий. Первая, как вот я говорю своим гостям «Вишенка на торте», это картина из Екатеринбурга «Мелиагра Таланта», которая была передана в этот музей Екатеринбургский из Эрмитажа после окончания Второй мировой войны, как старая копия. Ну, в лучшем случае, мастерская Йорданса. И вот в результате реставрации, когда после удаления слоев желтевшего, помутневшего лака, старых записей реставрационных, выявилось, во-первых, качество живописи авторской, самого Йорданса, но, главное, была обнаружена его подпись. И если раньше считалось, что это картина-копия оригинала, хранящегося в музее в Антверпене, то теперь мы их рассматриваем как два полноценных, в общем-то, стоящих друг друга варианта. Другой случай – это открытие бельгийским коллегой, очень известным специалистом, моим старым другом, Арнов Болисом из Института Рубинианума. Арнов Болисом из Института Рубинианума открытия картины мастерской Йорданса, но самой большой по размерам на выставке, это «Оплакивание Христа» из собора Александра Невской Лавры. Вот, как говорится, нет пророков в своем Отечестве. Все мы приезжаем в Эрмитаж, и мы здесь московские искусствоведы, и иностранные, в том числе Болис со своими студентами. Эрмитаж огромный. Туда можно ходить день, неделю, месяц, всю жизнь. Но никому не придет в голову сделать шаг право, шаг улево. А так случилось, что профессор Болис со своей группой студентов жил в гостинице напротив Александра Невской Лавры. Он туда пошел посмотреть с утра… То есть вы сейчас не хотите сказать, что это такой типичный случай? Он открыл картину, да. Он просто зашел в собор посмотреть на православное богослужение, а увидел картину Юрданса, о чем, конечно, сразу сообщил эрмитажным коллегам, которые, ну, не ходят в собор Александра Невской Лавры. Вот. Это еще одно открытие. И, наконец, ну, простите за нескромность, мною сделанная, в Мужезее Нижнего Новгорода картина, которая считалась оригиналом Юрданса «Христос и Самарянка». Ну, сразу видно, что она по стилю совершенно другая, даже не та вот эта безликая мастерская, которая повторяет оригиналы мастера самого, а то, что в ближайшей аналогии к этой картине оказалась работа Жака Йорданса-младшего, сына Йорданса, его носившего тоже имя, от которого известна всего одна картина в музее, в Пикардийском музее в Амьене. Там тоже занимаются реставрацией, не только в Екатеринбурге. И там вот при реставрации картины открыли полную подпись. Та картина на сегодняшний день, то, что мы называем профессионалы, эталон. Единственный сохранившийся эталон работы младшего Йорданса, который начинал свою деятельность как подмастерье в мастерской отца, потом уехал в Данию, и там, очевидно, вскоре умер, потому что его следы теряются. То есть это вторая картина младшего Йорданса, которую, в общем-то, удалось обнаружить, и которую мы тоже демонстрируем на этой выставке. Меня, знаете, всегда восхищают такие истории, когда в старых мастерах что-то открывают. Мне потому что всегда кажется, что все уже, конечно, должно быть изучено, исследовано. Мы также не очень хорошо знаем, что такое копии. Мы думаем о копиях, о том, как они думали в XIX веке. Во времена Йорданса студия его не работала таким образом, классическим образом XIX века. Было несколько студий у него. Была основная студия, большая, и вторая, в которой работали также его ученики. И нужно сказать, что две большие открытия в Брюсселе и в Лондоне. И мы исследовали одну из работ, три раза исследовали ее, и оказалось, что это не Йорданс. И нам пришлось признать, что 30 лет эта картина находилась в студии Йорданса, но каждый раз новые студенты по-разному, новые художники по-разному ее обрабатывали. И работали, делали копии. То есть, на самом деле, нужно сказать, что в тот период нормально было иметь несколько оригиналов. И говоря о том, что такое настоящий Йорданс и копия, если вы смотрите на работу, то, например, одна нога стоит у героя, а вторая не стоит. И вены очень напряжены. У Йорданса всегда очень напряжены вены. Вот нужно смотреть на ту ногу, которая стоит на земле. Тогда всегда вы сможете его определить. Нужно сказать, что в 18-м начале 19-го века в России было очень много копий Йорданса. Я смотрел, действительно, оригинал и копии. Копии совершенно потрясающие. По фотографии не определить. Разница заключается в том, что все в копии, все, что есть в этой копии, и серебро, и хлеб, и масло, все копировалось одной и той же кисточкой. Но нужно сказать, что Йорданс изменял то, как он нажимает на кисточку в зависимости от того, что он писал. Нужно смотреть на Йорданса не только по-другому, не только с точки зрения художника и его истории, но и нужно посмотреть с точки зрения, как интересно он нажимает на кисточку, как интересно он использует разные качества того, что он пишет. И, конечно, поэтому нужно смотреть на выставку. Это очень старая традиция. Я занимаюсь средневековым искусством. Это, на самом деле, традиция мастерской 15-16 века. Это не 17 век это придумал. Это исходит из очень большой глубины. Понимаете, если есть, например, Петрус Кристос, есть Мадонна на сухом дереве, есть вещи, которые, вот есть две версии, они обе одинаково замечательные. Сказать, в какой из них он принимал большее участие, в какой меньшее, нельзя, потому что это все еще традиция старых, позднесредневековых мастерских, где существует ответственность мастерской как таковой. Они, в хорошем смысле слова, ремесленники, артизан. Они делают, не репродуцируют замечательную душу или мастерство Йорданса. Они делают вещи, грубо говоря, как сотрудники. Они же качественно делают вещи, при этом... Конечно. И ставят свои подписи и заверяют, а возьмите мастерскую Кранаха. Вот типичная ситуация, когда у нас колоссальное количество памятников размыто по очень предположительной атрибуции у позднего Кранаха. Вот что это? Мастер. Мастер и коллабораторий, то есть какой-то вот участник. Совсем не мастер, а пройденным мастером. Совсем не пройденным мастером. Потому что диаграмма подтверждает только качество товара. Да. И там стоит и вот крылатый дракончик, его автограф. Потому что это сделано здесь. Это наш копирайт, это то, что это здесь сделано. А не выражение, как действительно коллега правильно сказал... Трейдмарк. Трейдмарк. Трейдмарк, конечно. Это не выражение личности. Это совершенно правильно коллега связался с авангардом. Действительно, когда Пикассо делает свою картину, это про выражение одного человека. Это он сам. Этот современный подход нельзя распространять туда. И, конечно, еще раз не могу не восхититься тем, насколько это делается на выставке. Значительно более ясно, видно, конкретизируется. Просто ты совершенно по-другому это ощущаешь. Как вы себя сохраняете, чтобы не стать совсем формалистом, когда вы здесь видите то? Мне было бы, например, трудно. Я своим студентам всегда говорю, что живопись трехмерная. Что никакая репродукция, никакой цифровой имидж не передают обаяние. Потому что, вот мы говорили о мазке, высота мазка. Не только ширина мазка. Например, шарантарска. Потом у мазка есть такая характеристика, которая доступна мастеру и недоступна компеисту. Скорость. С какой скоростью он наносится, каким движением он наносится. Вот коллега говорил относительно того, что копеист не может почувствовать фактуру. Да, вот живопись. Но скорость тем более. Понимаете? Он не может это сделать, он не мастер. Он не может это сделать так же быстро. Он аккуратненько сымитирует эту вещь. Но уйдет та скорость почерка. Ну, предположим, скажем, довольно наивная вещь. Я скажу, предположим, у вас, не знаю, вы получаете письмо от любимой. Оно написано на машинке или оно написано почерком живым? Это разница. Потому что, если оно написано почерком, ты видишь скорость, ты видишь эмоцию, ты видишь движение. И вот это все, конечно, в мазке мастера все вместе. Это замечательное определение. Я буду им пользоваться. Трехмерное искусство живописи. Правда? Возьмите даже самые лучшие сайты, на которых, как в Лондонской национальной галерее, возможно колоссальное увеличение. Но, тем не менее, это плоскость. Ты не видишь высоты мазка. Ты не видишь. Настоящий Йорданс еще был очень спонтанным. А, действительно, копиисты, они копируют очень по-школьному. И, на самом деле, вот эти вот копии, это когда Рубенс копировал тициан, он восхищался тицианом. Идея копирования была не негативная, была не отрицательная. Мы, конечно, хотим изначально смотреть оригиналы. Когда во времена Йорданса делали оригинал и копию, может быть, несколько копий, она стоила в половину стоимости оригинала, потому что очень дорогие материалы использовались. А сегодня разница в цене между оригиналом Рубенса и копией 1 к 400. Это совершенно сумасшествие. В итоге у вас действительно есть потрясающая работа, и нужно уважать оригинал, но разница, она неадекватна. Люди не смотрят больше на качество работы, а им важно, чтобы это просто был оригинал. Но нужно смотреть на работу, а не просто говорить, а, вот она стоит столько-то. Мы слишком далеко уходим от ценности, истинной ценности. Например, работы Рубенса и его рисунки стоят гораздо дороже, чем некоторые картины. И действительно можно показаться, что гений сидит и набрасывает, и отдает своему ученику на обработку. Да, коллега совершенно прав. Действительно, большие вещи, которые называются Рубенс, они часто оказывались дешевле, чем маленькие досечки, на которых были все эти вещи. Настоящее движение. Но вот видите, да, это может быть два человека тоже, это может быть разная ситуация совершенно. Но эта проблема авторства, она просто совсем по-другому стоит в историческом искусстве, нежели в современной ситуации. Безусловно, даже в искусстве 20 века уже, да. Сам факт авторства, если брать концептуализм, сам факт авторства заменяет собой произведение искусства. Потому что остается чистый концепт, то есть предмета больше нету, но есть персональная идея. Вот то, что вот, это наше движение к этому. И мы не можем сказать, что люди, которые ценили, действительно отличалась копия, ну или версия мастерской с элементами копии, что-нибудь в этом роде, от оригинала в два раза, нам это кажется странным. А на самом деле, с точки зрения производства, ну, в общем, наверное, это справедливо. Ну да, наверное. Ну вот мы затронули некие биографические моменты. Вот мы говорили о том, что в какой-то момент он перестает быть католиком. И тем не менее, как я понимаю, у него остаются заказы. При этом заказы-то он для храмов все равно делает. То есть это все остается. Это наша выставка как раз, и картины, и особенно рисунки очень хорошо показывают. Это та же история, опять-таки, не придуманная Йордансом. У него что, кризис веры был? Что с ним произошло? То же самое, у кранных экранах, перейдя в протестантизм столетиям раньше, прекрасно выполнял заказы католических заказчиков. И здесь то же самое Йорданс, казалось бы, Голландия, протестантская страна. Но там она очень веротерпимая. И он пишет картину, алтарный образ для церкви, так называемых, Крятенберг в Амстердаме. Тайная церковь католиков и иезуитов, у нас на выставке подготовительный к ней рисунок, а сам алтарный образ в Амстердаме в Амстердаме. То есть заказы одно, личная вера это совсем другое. Вот здесь, по-моему, у Йорданса можно провести... То есть он был не просто человеком широких взглядов, он еще умел очень правильно разделять. Да, хотя протестантская, так сказать, эмблематика, какой-то скрытый смысл, характерный именно для протестантской веры, это присутствует. Это повлияло не на манеру, а на тематику. На иконографию, то что называется. Какие-то детали, понимаете. Вот как раз на нашей выставке произведения такие вот все упорно католические, а вот в рисунке очень много всего, что напрямую связано с протестантами. Ну, сатира протестантская, вот эти вещи, да, конечно. Я хотел бы также добавить, в 16 веке перед Йордансом, до 16 веков все еще можно было быть подвергнутым смертной казни, если вы были протестантами. В период жизни Йорданса, в начале его жизни, нужно было скрывать. И он действительно скрывал то, что он является протестантом. Ему даже пришлось заплатить штраф за то, что он, как считалось, проповедовал протестантскую веру. Действительно, артовы никогда не разделяли, всегда разделяли идею личного и идею рабочего момента. Он, Йорданс, связался с одним из величайших протестантских деятелей и продал ему свои работы, которые он делал для католической церкви. Если вы посмотрите на его искусство, всегда это можно объяснять двумя способами. Можно смотреть на тех апостолов, которых он писал, с протестантской точки зрения. Действительно, поскольку мы знаем, что протестанты стремились к простоте, но если католик посмотрит на эту работу, которая представлена сегодня на выставке, он увидит, что это действительно соответствует и католической философии. Поэтому его работы абсолютно амбивалентны, и они могут быть признаны и католиками, и протестантами. Он мог прякать какие-то свои работы. Брегель должен был уничтожать свои работы. Это известно и описано в его биографии. Они, скорее всего, были еретическими на тот момент, и это было опасно для его семьи. Действительно, его дом даже обыскивали, и они могли до времен Йорданса, до 17 века, можно было быть подвергнутым смертной казни. Но у Йорданса, тем не менее, поскольку он был очень яркой личностью, у него было очень много врагов среди католиков. Рубенс был настоящий дипломат. У него никогда не было ни с кем никаких ссор. Он был очень дипломатичным. А вот Йорданс, он действительно любил спорить. Если Ван Дейк тоже был более мягким человеком, надо сказать, что у Ван Дейка очень тяжелая ситуация была в семье. Его семья разорилась, ему пришлось помогать своим сестрам. Да. Настоящая жизнь всегда богаче, чем наше представление о нем. И вот обратите также внимание, что вот когда Йорданс умирает, его хоронят на протестантском кладбище, но это не в Антверпене, в Антверпене нет такового. Вот Рубенса, как католика, похоронили недалеко от дома. А Йорданс хоронят на протестантском кладбище, ну это в нескольких десятках километров от Антверпена, но уже на территории Голландии. Там граница, вот границу переступили, и там уже это кладбище. Это тоже показательный момент его биографии. Вот это... Если вы лично, даже после смерти, известно, что вы протестант, тогда, если это узнается даже после смерти, нельзя в Голландии. Нужно... Да. Даже прах может быть перенесен, поэтому он был изначально в Голландии похоронен. В Голландии очень часто бывало, вот о чем говорилось, выполнял заказы Амалии и Фан Солнц. Мы затронули сейчас еще одну очень хорошую тему, которая по неизбежности здесь всплыла. Это всегда преимущество выставки, когда на ней рядом не только живопись, но и рисунок. Да, у нас прекрасная подборка. Я вот хотела сказать, что я как раз была впечатлена очень именно рисунками. Как раз здесь еще отыскивается то, что, собственно, не всегда сразу можно без них понять. Это путь становления замысла, постепенно его реализация. А самое главное, что ты видишь мастера в совершенно разных техниках. Одно дело масло, а другое дело вот эти вот рисунки. То есть ты больше понимаешь его самого, потому что разница между двумя техниками не мешает ему оставаться самим собой. Он вот оказывается, тем более, что поскольку он писал картоны для ковров, то эта техника и рисование ему было близко. У нас это специальный раздел выделено. Да, и это, конечно, производит сильнейшее впечатление, потому что ты можешь буквально перейти от моделировки формы в рисунке к моделировке формы в живопись, увидеть рядом, как это все происходит. Тем более, что у него, вообще-то говоря, вот эта вот специфическая свежесть, яркость. И чувство цвета. Да, у него в рисунке замечательно совершенно. Он человек импульсивный, и у него как бы отдача от быстрого контакта с воображением, с композицией, она очень сильна. У него это очень хорошо получается. Он, так сказать, с нему считывается то, что он хочет придумать, очень хорошо. Понимаете? Есть рисунки разного типа. Сама по себе классификация рисунка в 17 веке предполагала, что рисунок это совсем, опять-таки, не то что в 20 веке, это разные виды искусства. Одно дело, рисунок под окончательную композицию картины. От него не требуется этой спонтанности, от него требуется композиционный закон. Моделлу. 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 Он будет переноситься. Другое дело то, что называлось бацетто или скитс, вот это все эти итальянские термины, которые обозначали отдельные группы рисунков. Да? И лишь некоторые из них могут носить на себе характер вот этой вот мгновенного контакта. Ну, то есть это такая спонтанность, когда тебе пришло, и ты быстро это вот… Да. С другой стороны, конечно, сама по себе ситуация с рисунками, особенно ввиду протестантизма его, она дает нам значительно более широкий диапазон тематический и значительно более яркий. То есть видно, он же не может все реализовать в больших холстах. И там, извини, Алексей, и там есть надписи его собственной рукой, где цитаты из протестантских изданий… Шипр, не шипр, я не знаю. То есть он же расшифровывает какие-то вещи, а некоторые оставляет, мне кажется, закрытыми, нет? Ну, специально перечит, мы только что слышали, он, когда можно амбивалентно понять картину и так и сяко, она будет хорошей тем и другим. Также еще важный момент. Рубенс и Ван Дейк, они маслом рисовали, а Юрданс работал акварелью, его отец работал в текстильной индустрии, поэтому он работал, чтобы расписывать гобелины. И он был мастером абсолютно в этом. И у Рубенса, конечно, потрясающие рисунки, рисунки потрясающие. У Ван Дейка, ну, он чуть-чуть мягче, рисунки не такие интересные. А вот у Юрданса, он потрясающий рисовальщик. И очень много интересных примеров его работ, особенно сильных работ рисунков, которые тогда казались не такими важными. И, может быть, даже сильнее, чем у Ван Дейка и Рубенса. Но для Юрданса он работал так с самого начала, как пианист, который начинает играть с трех лет, а потом переходит на скрипку. Вот он начал с рисунков, он не начинал с масла. И это очень важно. А существует какая-то такая вот история, что, да, что вот мы говорим Рубенс, Ван Дейк, мы все время вот эту тройку как-то все вокруг обсуждаем, что все-таки Рубенс и Ван Дейк, они такие, ну, я назову сейчас простыми, что они такие более интеллектуальные художники. А Юрданс, ну, вот попроще, сюжеты у него попроще, много этих народных каких-то традиций он воспроизводит. Или это все-таки довольно поверхностное отношение? Нет, они в принципе правы в том смысле, что и Рубенс, и Юрданс были людьми гораздо более образованными, чем Юрданс. Они были в Италии, они знали и итальянский, и французский, и древние языки. Я имею в виду прежде всего Рубенса. Юрданс, он не ездил в Италию, он рано женился. Ездили холостые, в основном, там женились, итальянских жен привозили. Нет, нельзя сказать, что Юрданс не такой интеллектуал. Я делал специальную выставку о казахе Юрданса. Также интеллектуальный подход Юрданса заключен в его аллегориях, заключен в его работе, совершенно потрясающей. Кстати, Юрданс описывал свои работы. Также он писал письма, но у него, конечно же, есть подход особый к описанию своих работ. Но если мы смотрим на его описание, то он использовал также и древние языки. Мы видим в его работах не только французские внедрения французского, но и древние языки. Может быть, он был не напрямую такой, очевидно, интеллектуал. Но, нет, Юрданс не просто не хотел, может быть, быть каким-то особенным интеллектуалом. Но на самом деле, если смотреть в глубину, то он работал и с мифологией тоже. Вот как иногда это все объясняется. Ну да. И еще мы уже сказали о том, что то, что называется его жанром, было на значительной степени не потому, что он не мог сделать другое, потому что он выбрал такой для себя нишу. Вот в тогдашней структуре это было место недостаточно заполненное. Он работал долгое время в этом жанре, но эта пресловутая его простота и грубость, она не является ни простотой, ни грубости. Это другие вещи. Да, вот мне тоже кажется, что это такой очень поверхностный взгляд. Говорим, что очень простой. Да какой же, на самом деле, если посмотреть? В общем, нет. Нет, совсем нет. Хотя я боюсь, что мы можем просто это наша современность сюда немножко поддергивать и наше современное понимание. И к тому же это объективный факт. Йорданс создатель такой вот иконографической, изобразительной традиции для двух сюжетов. Это сатир в гостях у крестьянина. Раньше понимали эту тему как путник в гостях у сатира. И только вот после перевода Иоста Ван Вондала, который на нидерландский, Эзопа, Йорданс поменял местами гостей хозяина. Да, гостей хозяина. У него у тех стал крестьянином. Да. Это первое. И после этого эта тема получает широкое распространение и во фламандской живописи, и в голландской. Переходит в Ерманию, даже в Италии мы встречаем отдельные образцы. И другой сюжет, естественно, король пьет, бобовый король. Это тоже сюжет, тесно связанный с фолклорной традицией нидерландской. Но именно этот сюжет, по сути дела, так вот в такую канонизированной форме, к которой мы привыкли сейчас, он именно тоже связан с именем. И в обоих этих случаях мы предполагаем, как коллега наш говорил, что это могло восприниматься совсем не так. Могло восприниматься как аллегория, которая на что-то направлена. – Да. – Да. – Да. Речь идет не о том, что дюрер издевается над низшим сословием. Речь идет о том, что дюрер показывает через эти образы то более низменное состояние, в которое может впасть человек благодаря своим ошибкам. То есть они на самом деле по обратному принципу морально-дидактические. – Ну то есть это такое норовоучение немножко получается. – Есть и это норовоучение. – Есть и это норовоучение. – Да. – Что это уже не юмор просто. – Это торжество разума над каким-то существом более примитивным. – Я бы хотел также добавить про интересный подход реализма Йорданса. У него есть очень много версий святого семейства. И вы видите, как мать любит своего сына, и вы видите, как Иосиф любит ребенка. И этот реализм, он очень хорошо для нас, очень хорошо понимаем нами. Это вроде бы простая работа, но это потрясающая работа Йорданса. Это его одна из лучших работ. Вот этот реализм. Нужно видеть не только смотреть на Йорданса, что он не делает. Нет, он, может быть, он действительно сложный. Он действительно сложный художник. У него очень много деталей в композиции. А Рубенсов вроде бы понятный. А Йорданс – он мастер деталей. И он действительно чистый реалист. И вот эта тема святого семейства, и, конечно, она такая теплая. Эта работа такая теплая в русской семье, особенно в русской зиме, когда мы смотрим, конечно, его работа и зима вокруг, то особенно тепло становится. Он чувствует, конечно, не было тогда еще глобального потепления. В 1621 году реки замерзли в районе Антверпа. Очень-очень холодно. И вот эта теплота возникает в его работах. Это его, конечно, особое качество. Я бы здесь хотел присоединиться к коллеге, потому что у Йорданса в льезных сюжетах есть совершенно удивительная свежесть. Такое ощущение непосредственного взгляда – это не принижение социальное, это не крестьянка с ребенком. Это очень большое упрощение. Нет, это как будто какой-то очень непосредственный контакт, который, например, Рубенсу удавался только когда он писал свою семью и рисовал свою семью. А у Йорданса это могло быть вот так вот. Он видит значительно ближе, конкретнее, и его персонажи, вот Богоматерь, Младенец, они обладают удивительной поэтикой, где смешивается вот это непосредственное наблюдение, и одновременно все равно воспитанной традицией и отблесками Караваджа некоторая внутренняя идеализация, которая не заключается в том, что черты лица красивые. Ну да, что они некрасивые. Они некрасивые, но какая-то магия там есть невероятная, удивительная совершенно по свежести. Вот это у нас представлено векском Египет, конечно. Да. Превосходным, да, но тем более сейчас тоже после реставрации получается. Она даже еще не до конца отреставрирована. Да, тем более, что она очень интересна тем, что я своим студентам всегда показываю, что это вещь, на которой видно, как он менял живопись. Менял ангел, сперва имя был в одних одеждах, потом он записал, они получились немножко другие, и видны на картине. Плюс вот эти вот авторские увеличения холста. Отставки холста. Он не попадал в формат. Да, я читала, что он это делал для... Ну, это просто изменение формата, потому что могут заказать другой формат, да? Да, конечно. Там кто-то приходит и говорит... Только вот как объяснить его рисунки. Там тоже делается центральная, а потом она или надставляется, или наклеивается на большой лист. Наверное, это просто ментальность, которая сложилась, когда художник, вот уже говорилось об этом, учился на живописце обоев. Да, нет, не картонов, не только. Но и он делал еще обои, которые были заменителями шпалер. Мне всегда кажется, что у него такой внутренний напор, что ему не хватает формата. И он начинает как бы выходить за границу. Вот тем более, что его пластика могучая и так далее. А вот пекста Египетова тоже надставленная, получается, да? Да, надставленная работа. Сакир в гостях у крестьянина. Угу. Очень важная причина нужно отметить. Нужно понимать правила декора 17 века. Были очень строгие правила того, что вы могли делать и что вы не могли делать. Если есть дама, когда вы с ней знакомитесь, вы не можете по словам на улице, а вот в доме можете. И вот так же есть и правила художественные. Если заказывается работа, например, испанский премьер-министр заказал работу, и он хотел, чтобы он был написан во всю высоту. И это было гораздо более престижно. И поэтому, когда Йорман сделает свои работы больше, он свои работы делает более важными, своих героев более важными. Важно было быть написанным в полный рост в тот период. Я, кстати, писал об этом статью, что очень важно было, чтобы было измерить героя своей картины и рисовалось фактически в полный рост. Также в римские времена очень важно было, чтобы в полный рост был представлен император в древние времена. И чем больше работа, тем более важными становятся его герои. И если это портрет, то обязательно портрет должен быть в полный рост. И это принципиальный вопрос. Если мы говорим сначала о некоторых его работах, изначально он их писал, это были бюсты, получается, а потом он добавлял размер холста, и тогда они становились работами в полный рост. Это был другой статус. Говоря про оригиналы и копии, как раз можно было сделать работу бюст для маленькой комнаты, а вот для большой комнаты обязательно необходима была работа в полный рост. Вот поэтому заказывали два вида работ, как раз для личных покоев и для официальных, где происходят официальные приемы. Как раз, когда Екатерине Второй Великой предлагали работы Йорданса, они были разделены на две части. Первый – это работы, которые небольшие, а большие. И второй – категория гораздо более важная. Это работы в полный рост. Например, работы Рубенса. Как раз было очень важно представить работы именно большие, то есть те маленькие, которые хотели представить, а их решили отослать обратно. И представили только большие работы. Поэтому, говоря о Йордансе, ему важно было продавать работы и большие работы. И поэтому, если он продавал ее дорогой заказчику, который платил большие деньги за нее, он мог сделать холст более большим. Поэтому, конечно, очень важна перспектива и конструкция, все, что касается работы, вся техника. Но важен также и размер полотна. Если мы говорим, опять же, про Рубенса, что касается его работ и его студентов, и работы его учеников, то, что делали его студенты, то есть делали его ученики, они работали всегда в нижней части холста, а он всегда работал в верхней части холста, то, что ближе, так сказать, к высшим силам, ближе к Богу. То есть мы можем так говорить, что Рубенс работал для Бога, Рубенс работал для высших сил. Да, это очень важное замечание. Я бы, тем не менее, хотела все-таки еще вернуть нас немножко в Россию. Зашла речь про Екатерину, и хотелось бы узнать, она, вот как вам кажется, это, конечно, очень предположительно, но тем не менее, она выбирала сама эти все работы для своих собраний. И почему, если она там, ну, при помощи каких-то советников. Он был в тот момент моден, известен, уже все остальное было скуплено, ей ничего не оставалось. Я хочу сказать, что Екатерина специально Йорданса не заказывала. Не брала. Она покупала эти произведения в составе очень известных европейских коллекций. Коллекции уже. И короли-императоры. Она доверяла людям, которые уже до этого собрали. Она это поручала послам, но послы тоже имели инструкцию, и они перестраховывались. Они должны были позвать нескольких экспертов, чтобы сопоставить их мнение с точки зрения и подлинности, и художественного качества, и цены произведений в отдельности, и взятых в целом. Это все было на ответственности русских послов при европейских дворах, которые занимались этими покупками. Поэтому сказать, что специально Екатерина как-то выделяла Йорданса, я не могу. Но, тем не менее, Йорданс был хорошо представлен в Эрмитажном собрании. И вот та картина, которая... Работа, которая попала в Александра Невского, что с ней произошло? Почему так получилось? Эта картина была куплена в собрании в числе первых покупок Екатерины коллекция Гацковского. Это 762-го года. А в 94-м году, это три с лишним десятилетия спустя, Екатерина дарит несколько картин на религиозные сюжеты в только что отстроенной, освященной собору Александра Невской лавры. Другой вопрос, как произведения, написанные для католических храмов, попали в храм православный. Но, я думаю, с точки зрения этой логической, так сказать, иконографической программы, там не было противоречий. Серьезных расхождений. Ну и сам стиль собора, да. Да, да, да. Вот. Это было передано в Александра Невскую лавру. Там все это находилось практически постоянно, за исключением там где-то порядка десяти лет это было изъято советскими властями в середине 30-х годов. Но во время Второй мировой войны, казалось бы, блокада, голод, холод. Ну вот выходит указание властей вернуть изъятые произведения, которые, так сказать, выставляются в постоянной экспозиции. И это вот, хотя там, наверное, было чем заняться еще в Петербурге, в Ленинграде во время блокады, но находят транспорт, находят средства, чтобы это обратно вернуть. Ну, история Екатеринбургской картины, она заставляет еще вспомнить достаточно сложную, а иногда печальную судьбу эрмитажного собрания. Потому что нам кажется, что оно собиралось, и как бы логика понятна, что оно собирается императорами, потом оно очень умножается за счет секрестро-частных собраний при советской власти, это очевидно. Но существуют печальные моменты и в имперской истории, знаменитое сокращение фонда эрмитажа Николая I, когда оттуда порядка тысячи, я не помню, сколько именно тогда ушло вещей. Ну, много. Много, да. Эти вещи потом со старыми эрмитажными номерами попадались и на аукционах, и везде, и они просто были неопознаны как хорошие. Среди них было много очень хороших вещей. Просто сейчас все музейное дело переживает, конечно, в этом отношении большой подъем, потому что вместе с цифровыми возможностями фотографии и так далее возникают более полные возможности каталогизации. Ну да, мы просто больше узнаем. Начнем больше узнавать, конечно. Нижний Тагил, в котором там кое-что хорошее есть, как известно, он теперь не так для нас далеко, потому что все равно это все более доступно оказывается, понимается, постепенно. Так что нам еще предстоит много чего опознать в фондах таких или в фондах каких-то, знаете, несколько периферийных, как, например, в свое время Олег Васильевич Яхант нашел много замечательной французской скульптуры в фонде ГИМа. Да. Потому что туда попали пролетарские музеи, которые делались в Москве на основе великолепных частных собраний. И они были собраны туда, а для них Гудон – это не профильная ситуация. Я сейчас вас немножко прерву, потому что мы прямо уходим в другую тему. Если честно, мне кажется, что эта тема немножко для другого разговора и, в принципе, надо бы его, конечно, продолжить. Почему? Да. Я благодарю своих гостей – Вадима Садкова, доктора Ауверу и Алексея Расторгуева. Спасибо вам большое. С переводом нам сегодня помогала Александра Филипенко. Я вас очень прошу, выставка идет до конца ноября. Обязательно сходите сами на выставку. Мы уже говорили о трехмерном искусстве. Смотреть работы нужно в оригиналах. До 30 ноября выставка. Спасибо за внимание. До встречи. Надеюсь, с вами до встречи еще раз. Спасибо большое.